Итак, привет, девчоночки, привет, дорогие женщины! Хочу вам показать один магазин, который называется у нас UpTown. Их... таких магазинов у нас два. Что это за магазин? Это магазин, куда мы можем прийти и сдать какие-то вещи и получить за это деньги. То бишь, старенькие, что вам не надо, что у вас лишнее, что вы уже не носите и тому подобное. Вон у них там даже на улице висит. Дают они денег не совсем много, сейчас я скажу. Но, тем не менее, все равно, нежели эти вещи будут выбрасываться, или, допустим, они будут лежать и не будут использованы, все-таки получить какие-то деньги это не мешает. А потом у нас есть магазин Платос, называется еще один. И такие магазины, они есть в каждом, мне кажется, городе. Ну, по крайней мере, большой город, чтобы был. Маленький, навряд ли. Пригород, допустим, какой-то. Название может быть совершенно другое. Может быть такое. Может быть, это сеть таких магазинов где-то. Это надо просто посмотреть. Может быть, действительно, это же самое название. Итак, что я хочу сегодня сдать, и заодно показать вам, что там внутри магазина. Ну, вот как бы у меня есть такие вещи, которые, допустим, у меня есть осеннее пальто, которое я не ношу. Вы представляете? Я его купила в Украине, привезла. И здесь оно у меня уже находится, ну, не знаю, наверное, лет пять. И я его одела буквально один раз. Один раз. Ну, и в результате, я думаю, солнце отсвечивает с этой стороны. Думаю, ну, зачем мне это пальто? Оно лежит, захламляет мне гардероб. И, в общем, ничего, никакого толка от этого пальто нет. Хотя пальто очень красивое. Оно мне очень нравится. Немного свет сюда светит, солнце. Далее. Далее у меня тоже еще есть одно пальто. Вот с этой стороны вот такое вот тоже пальто. Далее. У меня есть курточка, которая тоже не носится. У меня есть там кое-какие еще вещи. Какие-то там туники, которые... Ну, в общем, я их не ношу уже. Какая-то обувь. Сейчас покажу. Ну, вот, допустим, вот такие сапожки. Они очень хорошие, классные, вы знаете. Но я, как бы, я уже проверила на себе, что у меня есть сапоги подобия таких. Но вторые я не ношу. И они у меня лежат, лежат и лежат. В общем, как-то не получается у меня их одевать, хотя они очень удобные. И, кстати, очень популярные здесь в Америке такие сапожки. Они, как бы, носок. Носок. Внутри меховушка. Ну, почему-то, вот я не знаю, не мой стиль это. И... Сейчас, минутку, что-то резкость. У меня очень много солнца. Почему-то у меня есть и ботинки хорошие, натуральная кожа. Сапоги есть, натуральная кожа. Ну, как-то я в прошлую зиму проносила и сапоги, и ботинки, и кроссовки у меня есть, и кеды хорошие. Ну, получается, что эти лежат, лежат и лежат. Ну, вот это все можно сдать. Так же само можно бижутерия, если какая-то лишняя есть, сумки, пояс. Ну, все, что у вас лежит и вам не надо, все можно принести сюда. Они, конечно, отбирают. Может быть, вещи не один раз сюда приносить, а через какой-то период. Допустим, каждый месяц можно приходить и приезжать, и одни и те же вещи отдавать. Почему? Потому что, видимо, каждый сезон или каждый месяц у них идет свой, видимо, отбор. Видимо, или, может быть, они там кофты какие-то набирают, потом обувь, потом это. Поэтому, если вы одни и те же вещи привезете, допустим, через месяц, то те же самые, я имею в виду, которые у вас не приняли, то на следующий раз они могут у вас их принять. Поэтому такая у них система, как-то у них они по-своему работают. Итак, ну что, пошла я и заодно посмотрим. Итак, ну что, друзья, я вам скажу, что этот магазин отличается от второй магазин Платос, который у нас называется, потому что здесь более вещи подороже, так скажем, подороже и более таких брендов, присутствует здесь много брендов таких известных. И второй магазин наш, конечно, не очень, там, ну, я не знаю, у них как-то они принимают совершенно интересно. Более старые такие вещи, они даже лучше берут, нежели более новые или стили новые. Ну, а здесь очень много новых стилей. Обуви у них мало, по всей видимости, я смотрю, здесь пустые полки, поэтому, ну, зимние сапоги они в любом случае возьмут, тем более такие. Ну, наверное, пальто, я думаю, ну, может быть, какие-то еще вещи, но посмотрим. Я вам потом скажу, что взяли и на какую сумму. Итак, давайте посмотрим кое-что. Ну, вот кроссовки от ГЭС. Не кроссовки, а макосины, я скажу вам. Такие хорошие, хорошие, довольно-таки приличные. Ну, здесь много хороших вещей. И это стоит у нас 20-30 долларов, и здесь 50 процентов. Это, значит, 15 долларов сейчас они. Вот такие. Очень много, конечно, джинсов, брюк, мужская обувь. 16 долларов. И здесь подороже, еще раз я повторяю, что здесь подороже. Я заметила, что, как бы, цены здесь немаленькие. 40 долларов ботинки. Ну, надо почитать, что это у нас за имя. Именно ботинки в хорошем состоянии, практически новые. Кроссовки какие-то, Nike, Adidas. Ну, вот, кстати, ботинки вместе с коробкой. Почему-то у меня свет непонятный. Или это... Мне кажется, что-то неправильно. Какое-то свечение у меня неправильное в камере. Сейчас переделаю, подождите. Ну, вот, кроссовки, как видно, по 50 долларов. Там, смотрю, 28 долларов. Сапеи стоят ковбойские. 130 долларов были, но они хоть уценили, наверное, 50 процентов. Вот такие кроссовки. Аккуратненько все у них здесь. Чистенько. Все так... Цивильно, скажем. Ну, и сколько они стоят? Найковские новые. Кроссовки новые. Наверное, тоже долларов 50, я так думаю. Ну-ка. 45 долларов. 45. Новые кроссовки. Ну, я вам скажу, что эти кроссовки, они, естественно, на магазине не будут стоить 45 долларов. Наверное, доллары, во-первых, размер большой, мужские. И долларов, наверное, 80, я так думаю. Очень многие американцы посещают этот магазин. Ну, я не скажу, что именно малообеспеченные. Все люди посещают. Совершенно все. Потому что есть такое у американцев, они предпочитают экономить деньги. Ну, это если, конечно, ну, не совсем миллионеры, совершенно-таки богатые очень люди, то, понятное дело, они не посещают эти магазины. Естественно. Ну, а среднее население, обычное среднее население, может быть, чуть выше среднего населения, посещают. Смотрите, какие туфельки. Значит, сейчас им уценку сделали. 15 долларов они сейчас. Вот такие. Да. А эти. А эти. 12 долларов. Ну, такие с мордашкой, как бы. Так, ну, что еще? Кроссовки. Разные макосины. Такие-такие. Она, кажется, блестящая. Посмотрим. Макосины 26 долларов. 26 серебристые. Ботиночки 30. Вот эти 30 долларов эти. А вот, смотрите, какие туфли. Ой. 12 долларов. Да. Ну и... Ну, новая. Семерка новая. Новая, видно, при... Право лучше. Что-то такое. Новенькая. Так. Тоже 12 долларов. Каблучок. Весь в камушках. Розовая. Не розовая, а малиновая. Вот такие. Внутри горошек. Красная полосочка. Интересный, я вам скажу, стиль. Стиль очень интересный. Тоже 12 долларов. Ну, типа такие... Типа такая спортивная обувь. Очень много. Эти 16 долларов. Очень много. Разные. Ну, вот кроссовки Котч. Не знаю, какая цена. Новая. Какая цена, надо посмотреть. 30 долларов. 15 долларов. Ну, таких шлюпанцев такие. Очень много везде по магазинам. Ну, я вам скажу, что в Колсе сейчас идет уценка большая. И... Ну, распродажа, вернее. И такие там тоже есть, кстати. Ну, примерно такая же цена, да, тоже распродажа. Вот тоже босоножки интересные. 13. В хорошем состоянии. Новые. Новые босоножки. Такие. А эти туфли сейчас на уценке. Уценка, не пойму, сколько там уценка. Непонятно, что там заклеили. Такие. Сумочки Котч. 85 долларов. Это, конечно, дороговато. Для сумки этой. Дорого-дорого. Ну, вот ГЭС внизу. 160 долларов внизу. Ну, вот бижутерия. Плюс, помимо еще, по всей видимости, привозят вещи из каких-то магазинов сюда. Ну, вот можно посидеть, отдохнуть, подождать. Телевизор посмотреть. Парфюм стоит. Кстати, надо посмотреть уже, что там за парфюм у них. Так же самое кто-то может сдать парфюм. Если много очень у кого-то, не нравится запах или еще что-то, то это все можно прийти и сюда сдать. Они принимают. Так, ну, вот макосины ГЭПовские. Цена им 50 долларов. С этикеткой. Они новые. Это натуральный замш. А сейчас они их продают. Давайте посмотрим. Не знаю. А, вот есть, да, цена. 20 долларов. Хорошие такие, голубенькие. Ну, это опять из этой серии блестящие. 28 долларов. А шортов это что-то. Какие хочешь. Масса, масса. И плюс к тому это джинсы. Потому что, ну, Америка это джинсы, шорты. Все джинсовые. Особенно шорты по лету. Поэтому везде их очень много. И у каждой, наверное, американки, не знаю, по несколько их штук. Ну, вот даже такие шортики. Ну, в общем, разные. Всякие разные. А ну-ка, еще здесь что-то такое интересное увидела. Ну, да, это шортики тоже. Вот такие шортики. Смотрите, какие. А цены в 10 долларов. Ну, вот эти вот так 10 долларов блестящие. Ну, не знаю, куда это на... Не знаю, на карнавал. Наверное. Ну, а так уценка сейчас 7 с копейками. А так 10, 10 долларов, 6 долларов. Вот 12 долларов вижу. 12 долларов вот эти шорты. Ну, вот еще сейчас вам покажу туфли. 15 долларов. Давайте посмотрим, кто это у нас здесь. И туфли тоже в хорошем состоянии. Кружево, 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 по-моему, как-то оно не смотрится, как настоящее. Да, это не настоящее, но смотрится, ой, смотрится, как настоящее кружево, как будто так по кругу сделано. Ну, плюс, естественно, очень много платьев, сарафанчики. Всего это очень-очень много. Ну, и цены 9, 10 долларов, 15. Ну, в общем, разные. Ассортимент очень большой. Вот я увидела жилетку такую неплохую, хорошую, 25 долларов. 25 долларов. Ну, давай фокус, фокус, наводись. 25 долларов. Хорошая жилетка. Такая кожезаменитель, конечно, да, но состояние очень просто идеальное, отличное. Ну, вот такие еще босоножки. Интересный какой стиль. Колосочка. Они, правда, ношеные. Ну, и все равно состояние неплохое, интересное. Ну, вот и девочка, наконец-то, дошла до моей одежды. И сейчас будем смотреть, что она возьмет, что нет. Вот, видно, она что-то отлаживает себе, а что-то убирает. Ну, уже одну вещь отложила. Так что, будем смотреть дальше. Стенки дуровы, конечно. Ну, вот такие мне так очень нравятся. Я люблю такие стили. 25 долларов. Красивая сумка. Что я хочу сказать, сколько мне дали? За все мне заплатили. Как думаете, сколько? 100 долларов. Я получила 100 долларов. Чеки они не дают, ничего не дают. К сожалению, я не могу вам показать, чтобы вы действительно убедились. Но поверьте мне, 100 долларов. 100 долларов. Здесь, так что, если кому-то будет интересно и полезно это видео, то можете в своих где-то районах пойти. И, как бы, ненужно. Потому что я знаю, что очень много всего накапливается. Здесь потребление всех этих товаров очень такое высокое идет. Поэтому, естественно, у многих что-то есть, которое они не пользуются. Все. Приятного всем просмотра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok